Вымогательство платы за бесплатное лечение зафиксировано в 35-й больнице Нижнего Новгорода. Нижегородец Игорь Ефанов записал на диктофон переговоры с лечащим врачом его матери. Он пришел в больницу поинтересоваться ее самочувствием и ходом лечения, однако в приватной беседе врач перевел разговор на деньги. Вот диктофонная запись этого разговора. Надо только деньги, если у вас будет. Есть, есть, деньги есть. За то, что мы ее осмотрим. В общем-то уже немало сделано. Вы говорили, любые деньги отдам за маму. Нет, ну сколько? Ну сколько вы хотите, столько и можете дать. Уже работа выполнена огромная, гигантская работа. Нет, ну как примерно мне знать. Вот пока 25 лет. Хорошо, я людям отдам. 73-летняя Людмила Ефанова легла в больницу с диагнозом язва желудка. Игорь готов был купить за свой счет любые необходимые лекарства для выздоровления матери, но с него просто попросили деньги и сказали, чтобы не волновался. На следующий день после передачи денег Людмила Ефанова умерла. Именно такой результат платного лечения вынудил Игоря обнародовать сделанную им диктофонную запись. Я всегда ношу с собой диктофон. И все такие вот откровенные разговоры на него стараюсь фиксировать. Ну врач откровенно, врач Сергей Анатольевич Теремов, хирург, стал откровенно вымогать из меня деньги. Но я ему дал 25 тысяч рублей. Вот после передачи денег, именно после передачи денег, настроение хирурга очень, ну, испортилось, испортилось. Мне вот действительно показалось, что я ему, ну, мало дал. И от нее был в этот день звонок, что Женя, меня здесь не лечат. Женя, сделай все, чтобы я выжила. И Женя, забери меня отсюда. Но вот тем не менее, в этот же день, в этот же день, в этот же день, после того, как я передал деньги, моя мама умерла. Лечащий врач покойной Людмилы Ефановой заявляет, что никто ни у кого денег не вымогал, и все происходящее его просто шокирует. Какой ужас. Это не может быть абсолютно. Деньги вы не брали? Ни в коем случае. Ну вот есть диктофонная запись, и уже сын Ефановый написал заявление в прокуратуру. А какая диктофонная запись? Ну, как вы берете деньги? 25 тысяч рублей. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это бред. Вы что, очень тяжелая, больная? Ни в коем случае. Она была вообще при смерти. Мы сделали все, что могли, никаких денег. Это очень серьезное. Очень серьезное обвинение. Мне своя работа дорога. Мы сделали все, что могли, честно говорю. Без всяких средств. А брать деньги за то, что человек может погибнуть, и все настаивать, тем более, на этом. Ни в коем случае. Никто ему таких предложений даже не делал. Было или не было вымогательства, теперь предстоит выяснить работникам прокуратуры. Игорь Ефанов уже написал соответствующие заявления и нанял адвоката для защиты своих интересов. Были в следствии представлены диктофонные записи с лечащим врачом. Из контекста данных записей усматривается, что врач ставит исход лечения в зависимости от получения материального заграждения. Поэтому, на мой взгляд, здесь есть основания для взбуждения дела по факту вымогательства денежных средств врачом. Сейчас следователи непосредственно проводят проверку. Проверка направлена на выяснение всех обстоятельств данного дела. То есть это первоначальные следственные действия, опрос свидетелей, опрос непосредственно потерпевшего, а также врача, а также лица, в отношении которого проводится данная проверка. Остается добавить, что по результатам проведенной проверки будет решен вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.